Я его боялась настолько, я всегда знала и думала, я не думала, я знала то, что он меня найдет, и мне будет еще хуже, чем было. Он мне напрямую говорил, увезу в лес, закопаю, никому ты не нужна. Вот такие вещи он мне говорил. Представляете, мне 15 или 14 лет, и он мне такие вещи говорит. Естественно, что там ребенок может подумать. Свою маму Катя никогда не видела. Она умерла при родах. К счастью, девочка не осталась сиротой, у нее оставался отец. Только выражение «к счастью» оказалось не из этой истории. Именно отец стал кошмаром всей Катиной жизни. Вот он сейчас, дочка, я тебя люблю, ты у меня такая хорошая, ты у меня там на маму похожа, на свою, ты такая классная, там целует, обнимает. Через 5 секунд он может быть совершенно другим человеком. Мне казалось, что у него даже что-то там с головой переключалось что-то, и все, он прям ненавидел всех, он ненавидел мир. Он ненавидел, как муха летает, он ненавидел, как ложка лежит, он не любил, как кот ходит по квартире, ему вообще все не нравилось. И все были в этом виноваты. До 7 лет Катю воспитывала бабушка, которая души в ней не чаяла. А потом отец решил создать новую семью, нашел молодую жену и забрал дочку к себе. В 7 лет Катя узнала, что такое боль и страх. Именно тогда отец ударил ее впервые. Мачеха от них вскоре ушла, а истязания продолжались. Родственники и знакомые боялись вспыльчивого папашу и старались держаться подальше. Защитить ребенка было некому, и страх стал постоянным спутником Кати. Постоянно ходишь, оглядываешься, думаешь, что ты сейчас придешь. Ты точно получишь, неважно за что. Ты можешь не так улыбнуться, ты можешь не так посмотреть на него. Я даже не знаю, как объяснить этот страх. Честно, это очень страшно. Очень. По данным статистики, ежегодно в России около 17 тысяч детей становятся жертвами насильственных преступлений. Около 2 миллионов избиваются родителями. Более 10 тысяч несовершеннолетних становятся инвалидами в результате совершения против них преступлений. Для 10% этих детей побои заканчиваются смертью, и 2 тысячи заканчивают жизнь самоубийством. Хочешь учиться, иди работай, сказал отец, когда Кате исполнилось 15. Учиться Катя хотела, поэтому с утра бежала в техникум, после обеда на работу, а вечером сломя голову домой. Опоздание на 3 минуты считалось преступлением. За ним следовало наказание. По лицу. Ну, конечно, не без ремня. Ремнем-то мы тоже, как вы говорите, затрещены, не затрещены. Но физически, конечно. Да они у меня до сих пор. И шрамы на лице есть, и на лбу шрамы вот здесь есть, как у Гарри Поттера. Смеюсь. А это он меня по косяк шибанул. Не так посмотрел на него просто. У меня шишка. Пуф. Кровище. Пуф. И все. После той экзекуции Катя поняла, что больше так жить не может. Собрала остатки воли и пришла в отдел опеки просить убежища. Побег дочери страшно разозлил отца. В тот же вечер он пришел в приют выяснять отношения. Возмущен был. Очень агрессивен. И уже не соблюдал субординацию, что вот я исполняла обязанности директора на тот момент. Он прошел и начал с того вопроса. Почему ты до сих пор не сделала так, чтобы она ползала на коленях ко мне и просила у меня прощения за то, что она сделала. После чего посыпался нецензурная брань, мой адрес, оскорбление. Я вынуждена была взять трубку телефона и вызвать полицию. Однако он налетел на меня, вырвал у меня трубку телефона. Я вынуждена была кричать и звать о помощи. По данным отечественных социологов, современная семья – самая агрессивная в истории России. Она все больше превращается в своеобразный полигон всех видов насилия. Жертвами чаще всего становятся дети от 12 до 17 лет. Ситуация ухудшается с возрастом детей, достигая пика для 15-17-летних. Ежегодно более 50 тысяч детей уходят из дома, спасаясь от родителей. Они могут испытывать стыд, тревогу, чувство беспомощности. И для них не очевидно, что они должны кому-то об этом сказать, чтобы получить помощь. Кроме того, для них это всегда двойственная ситуация. Они всегда любят своих родных, они всегда любят своих родителей, безусловно, безотносительно к тому, что в семье происходит. И поэтому для них это очень противоречивое состояние, противоречивые эмоции, когда те, кто их любит и те, кого они любят, становятся для них источником какой-то агрессии. Ребенок – это маленький еще только формирующийся человек. От того, в каких условиях он воспитывается, зависит его будущее. Дети, которые подвергаются насилию в семье, в какой бы форме оно ни происходило, выпадают из процесса социализации. У них нет необходимых для нормального развития ощущений безопасности, безусловного принятия, поддержки. Они часто, оказывается, не способны защитить себя и проявляют либо повышенную уступчивость и неуверенность, либо агрессивность. У них есть страх общения. Они не идут на телесный контакт. Начинаешь их обниматься, они шугаются, как-то сковываются, все сжимаются. Это даже в дальнейшем очень сложно таким детям. Потом они боятся выразить свои мысли. У них идет, конечно же, отставание по школе, в усвоение учебного материала, потому что они боятся. Вдруг они скажут и ошибутся, и за этим последует наказание. Сотрудники приюта приложили немало усилий, чтобы помочь Кате забыть о растоптанном детстве. Прошло почти пять лет, и об этой истории можно было бы не вспоминать. Но призрак того кошмара вновь встал на пути девушки в виде вопроса «Где жить?». Катя может претендовать лишь на то жилье, где проживает лишенное отцовство тиран. Федеральные нормы не позволяют поставить ее на очередь как социальную сироту. Свою «двушку» отец Катю не пустит, да и страшно подумать, чем бы могло закончиться такое соседство. Уже полтора года юристы Самарской опеки пытаются договориться с бывшим родителем о размене. Юристы подают исковое заявление о принудительном обмене. Потому что в случае, если добровольно человек не соглашается разменять свое жилье и предоставить, а он не соглашается. Понятно, что он вообще ни с чем не соглашается. Он в принципе даже вообще какие-либо разговоры вести не на эту тему, на любую отказывается. То есть добровольно у нас порядок невозможен, соответственно, мы можем попробовать это сделать в принудительном порядке. В принудительном это только судебный порядок. Вот это решение является фактом невозможности проживания и невозможности принудительного размена. И в этом случае это является основанием для постановки на очередь. Какими аргументами будет руководствоваться суд – большая загадка. Судебная практика оперирует нормами закона, а не моралью и эмоциями. Для девочки, пережившей трагедию, это решение может стать очередным поводом веры или неверия в добро. Катя нашла в себе силы начать новую жизнь, но так и не смогла почувствовать себя по-настоящему счастливой. Так же, как у сказочного Гарри Поттера. О существовании зла не дает забыть тот злополучный шрам на лбу. Просто вспоминать это все сложно. Видела его пару раз так обнять, что ли, захотелось подойти, а все вот это вспомнишь и страшно. И неохота туда возвращаться вообще. А хочется. Соскучилась все равно по нему. Все равно соскучилась. Хочется, когда одна живешь, действительно, родного вот такого. Мне это близко очень сложно. В последнее время общество относится к проявлению жестокости как к чему-то привычному. От неудач взрослых чаще всего страдают те, кто меньше всего в этом виноват – дети. Это сложная тема. Ее трудно осознать и еще труднее изменить. Но нельзя делать вид, что нас это не касается. Лучше попытаться и ошибиться, чем ничего не предпринять и потом сожалеть. Слишком многое поставлено на кон – жизнь, здоровье и безопасность ребенка. Это стоит того, чтобы рискнуть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!